Последние 30 лет мы строили открытую экономику, и действительно весь бизнес был заточен на оптимизацию. Европейские производители и японские не оставили даже с точки зрения техобслуживания никаких шансов не перейти на, скажем, китайских производителей. Санкции плохо действуют, потому что очень привлекательный рынок. И у многих европейских компаний отличный бизнес. Мы, с одной стороны, говорим, что у нас рыночный курс 100 рублей за доллар, там 105 за евро, но при этом, при всем, мы не имеем понятия, вообще, а у нас что с платежным балансом творится. Добрый день, уважаемые дамы и господа, наша аудитория, нашего канала «Найди мамонта». Рады вас видеть сегодня на нашей программе «Оттебятина», проект, который совместно ведет наш канал и канал портала «Финверсия». И наш сегодняшний гость – доктор экономических наук, руководитель лаборатории Института Гайдара Алексей Ведев. Да, добрый день. Рад тебя видеть в таком настроении, в тонусе. Хочется сказать, как-то провести параллель. В таком ли тоже добром тонусе наша экономика находится, российская экономика? Ну, вопрос такой, он неоднозначный, в принципе, неплохой. Я бы сказал, что вот если мы говорим про экономику в этом и в следующем году, на мой взгляд, будут определять четыре фактора вообще, что будет происходить с экономикой. Первый – это санкции. И действительно, когда в прошлом году мы оценивали падение экономики чуть ли не до 10%, то, в принципе, мы считали достаточно корректно. Просто закон необязателен к исполнению. И, конечно же, то, что санкции будут, и это надолго, это факт, но то, что они будут весьма такие относительные, это тоже как бы факт. И я думаю, что, в принципе, это, конечно, негатив, это тормоз, но не настолько сильно, как это казалось полтора года назад. Второй фактор – это внешняя торговля. Без сомнения, мы от нее зависим. И тоже вот эти все мутки с нефтью, то мы ее продаем с дисконтом, потом дисконт снижается, потом выясняется, что, а может, мы там с дисконтом сами себе продаем, и деньги куда-то там уходят в офшоры, ну, как обычно. Но, в принципе, даже бюджет, который вот сейчас практически там принят, уже обсуждается, и прогноз, который подготовил Минэкономразвитие, предполагает, что цена на нефть в следующие два года будет высокая. Мы на это ориентируемся. И как бы это добавляет оптимизма. То есть не все так плохо, и, видимо, как-то вот нефть, газ и сырье найдут своего покупателя за, я думаю, приличную цену. То есть платежный баланс и бюджет у нас будут в основном... Да, в общем, неплохие, да. Третий фактор, и это то, что называется бизнес-то-бизнес. Это вот все вот эти мутные, на мой взгляд, схемы, но они позитивные. Мутные – это когда выясняется, что у нас там совет директоров какой-то компании российский, сплошь долларовые миллиардеры, и, например, я не знаю, там компания ABC продает все российские активы менеджменту. Как, чего, по какой цене, с каким выкупом. Ну, то есть вот с точки зрения прогнозирования, с точки зрения перспективного планирования, ну, это абсолютно мутно. Там, алло, Зара, ты ушла, не ушла, там, Макдональдс, там, и точка, ну, вот и так далее. Но с точки зрения потребления – это хорошо. То есть на самом деле все как-то поменялись. Единственное, только плохо, что цены подросли. И за все то, скажем, все то среднего качества, которое было иностранное, пришли наши, но цены вернулись даже на более высокий уровень. А все-таки главная причина роста цен – что-то не возвращаться. Мы поговорим сейчас. Следующий этап – это да, цены – это отдельно. Значит, третье – это вот эти все мутные бизнес-то-бизнес, что-то с ними происходит, но все равно это позитив. И четвертое – это экономическая политика, как ни странно. Как ни странно, она была очень стимулирующей в прошлом году. И, на мой взгляд, это был, наверное, ключевой фактор, который… Демпфировал все. Да, обеспечил падение всего лишь на 2%. Это было очень позитивно. Во-первых, а – регулирующее воздействие, и б – конечно, по большому счету налили денег за счет бюджета и за счет мягкой денежной политики. Сейчас все это меняется. То есть идет то, что мне нравится научным языком – консолидация бюджета. Консолидация – это означает, что мы просто режем расходы. Сокращение. Сокращение, да. И, естественно, ставка. Дело не только в том, что кредиты подорожают. Они действительно подорожают. Но и общий уровень цен вырастет – это первое. И второе – если мы говорим о рынке облигаций, то там основной будет негатив, состоящий в том, что дорожающие ОФЗ вытеснят всех остальных. То есть бюджет съест все деньги на долговом рынке. И о корпоративных облигациях, о каком-то финансировании инвестиционных проектов, я думаю, что можно забыть на среднесрочную перспективу. Вот эти четыре фактора. В принципе, они четыре такие будут определяющие, на мой взгляд, ближайшие два-три года. Они, наверное, будут… Но если санкции, я думаю, что это будут нейтрально-позитивный фактор, и вот эти бизнес-то-бизнес-мутки, то, конечно, с точки зрения экономической политики правительственной, я думаю, что все будет хуже и более жестко. Что на самом деле, ну, по меньшей мере, не даст нашей экономике расти. Скорее всего, мы не упадем, а, наверное, будем в какой-то стагнации, к которой мы уже привыкли. Эта стагнация наблюдается там последние 11-12 лет. Это, значит, на уровне статопогрешности рост. То ли рост, то ли падение, ну, где-то не больше 1%. И я думаю, что вот это наше все. Да, дополнительно еще это проблем трудовых ресурсов. То есть у нас совсем с этим беда. И действительно, вот эти ограничения, то есть у нас с трудом беда, эмиграции беда. И поэтому как бы в эмиграционной политике как таковой нет. Привлечения тоже мы видим, что на самом деле падение курса рубля делает эмигрантский труд невыгодным или менее выгодным в России. Поэтому это будет тоже, да, существенное ограничение. Теперь цены. Да, это такая проблема, которая нарисовалась. Она, наверное, одна из ведущих во втором полугодии этого года. Но она вполне ожидаемая. Когда в марте, в апреле, там, извините, умные люди говорили, что вы делаете с курсом, и, значит, это инфляционное таргетирование, это, конечно, здорово. А когда центральный банк не обращает на курс внимания никакого и говорит, что мы этим не занимаемся, ну, это странно. Очевидно было, что российская экономика к 100 рублям за 1 доллар не готова. Экономика открытая – это и параллельный импорт, это и комплектующие, это и поездки граждан и так далее. И, конечно же, это был основной фактор роста цен, который мы сейчас наблюдаем. И, скорее всего, мы можем уйти, на мой взгляд, даже в двузначный уровень. Я правильно понимаю, что виновником этого является центральный банк? В общем-то, да. Ну, такой-то сложный вопрос. То есть формально он не виновник, потому что формально в рамках инфляционного таргетирования, которое рекламирует центральный банк, они говорят, что мы этим не занимаемся. Курс, он должен в рамках платежного баланса как-то сам откалиброваться. Но вообще, это, конечно, сказка про белого бычка, и калибровка может идти и 2, и 3 года, а может вообще всю экономику положить. Конечно же, рост ключевой ставки носит отложенный эффект вообще на всю экономику и на курс в частности. И, конечно же, нужны регулирующие воздействия. Здесь вот я двумя руками поддерживаю вопрос о обязательном продаже валютной выручки. То есть я двумя руками поддерживаю нерыночные методы, которые необходимо вводить хотя бы на 2-3 месяца. Это не означает, что мы, да, будем жить с этим долго, но курс в рамках коридора 90-100 рублей, на мой взгляд, неприемлем. То есть полностью модернизация заканчивается, на мой взгляд, и обеспечивается глопирующая инфляция. Это первый фактор, если мы говорим о росте цен. И второй, конечно, который, кстати, тоже регулировали нерыночными методами, и это цена на топливо. Тоже имеет очень сильный цена на бензин и дизельное топливо, имеет очень сильный мультиплицирующий эффект на рост цен. И здесь, да, здесь просто с крупными предприятиями договорились, сказали, ребята, стоп, вы еще успеете свои деньги заработать, сейчас мы останавливаем. Вот фактически с инфляцией приходится бороться вот такими методами. Я правильно понимаю, что все вот эти меры, о которых мы сейчас говорим, регулятивные, административные, прямо будем, значит, они запоздали. То есть, вообще-то говоря, их надо было вводить год назад. Ну, если не год назад, то весной точно. И поэтому битва Центрального банка, так скажем, с инфляцией, она была обречена на провал. Конечно, да. Потому что в условиях, когда тебя не подкрепляют еще и как бы вот этими... Да, да. А скажи, пожалуйста, а вот обязательная продажа экспортной выручки, вот мы как раз на дне рубля упоминали с тобой, вот говорили о том, что странная вещь. На самом деле статистика показывает, что экспортеры, крупные экспортеры, 87% и без того продавали. А теперь как бы введено правило стопроцентное обязательная продажа экспортной выручки для 43 групп ключевых экспортеров. Что это может дать с точки зрения, ну, кроме как психологического некоего эффекта для рынка или для валютного рынка, если все равно, ну, даже эти 15%, там, 13%, которые оставались, они все равно необходимы для импорта этим же компаниям, они все равно будут выходить на рынок и приобретать эту валюту. Значит, сложно очень ответить на этот вопрос, потому что ответ лежит в рамках структуры платежного баланса, который его структуры не раскрывают. Но, я не знаю, даже смешно дискутировать на эту тему, что, в принципе, у нас весь платежный баланс считается в долларах. Ну, просто потому что это как отчет идет. А на самом деле весь экспорт, весь импорт – это не доллар, не евро, вообще не пойми что. И в рамках этой… Я согласен, в принципе, с мнением, что во многом медноватые рупии, рупии, юани и так далее. То есть это не доллары. Поэтому мы, с одной стороны, говорим, что у нас рыночный курс там 100 рублей за доллар, там 105 за евро, но при этом, при всем, мы не имеем понятия вообще, а у нас что с платежным балансом творится. Да. Мы структуру валютного рынка не знаем сейчас. Вообще, да. Хотя торги на бирже показывают, что лидером становится юань. Да, наверное, да. Но, в принципе, у нас рынок валютный, он кривой, косой, как угодно. Потому что мы уже не говорим про то, что у нас у большинства банков заморожены корреспондентские счета в долларах в евро. У нас непонятен спрос, у нас непонятные предложения. В рамках вот такой самотохи очень трудно давать оценки. Что даст там обязательно продажи валютной выручки. Но интуитивно понятно, что будет лучше. И интуитивно понятно, что, конечно же, вот курс, например, в районе 80, там, скажем, 75-82 рублей за доллар, ну, наверное, всех устраивает. То есть устраивает этот уровень раз, и устраивает стабильность два. То есть вот это тоже очень важный параметр, девальвационные ожидания, которые, конечно, надо сбить и придать некую такую вот уверенность всем участникам рынка в том, что мы там 150, там 200 рублей за доллар не увидим. Вот это тоже важно. Вот в рамках этого я думаю, что да, такие нерегулирующие воздействия, регулирующие, нерыночные воздействия, они нужны. Они нужны, и проблему надо решать, на мой взгляд, сейчас. А недостаточно эти решения? Или еще каких-то мы ждем? А вот как раз я не знаю, потому что у меня нет информации, как и у большинства участников, там, аналитиков, о том, какая структура вообще платежного баланса. И главное, что нет никакой аналитики по поводу эффекта от этого. Потому что мы ввели это правило месяц назад, по-моему. Это точно так же, как вот со 101-й формой банковской отчетности по кредитам, по депозитам, по остаткам счетов юридических, физических лиц. В общем, мы работали лет 20, наверное, сейчас. Я не знаю, в чем секретность здесь, но эта статистика недоступна. Точно так же, как и платежный баланс, конечно, хотелось бы видеть более детальную статистику. Ну да, иначе тогда, как тогда посмотреть в будущее, какие еще ожидаемые, если это достаточно, тогда, понятно, планирует бизнес, свою деятельность в этих рамках. А если аналитика показывает, что нет, значит, впереди какие-то вплоть до введения фиксированного курса, какие угодно меры могут быть. Или, скажем, как некоторые горячие головы предлагали, делать внутренний рубль и внешний рубль. Это ужасное предложение, без сомнения. Вот, кстати, прокомментируй для нашей аудитории, потому что многие считают, что в Китае же существует система двойного курса образования. Знаешь, мне кажется, что ты был один из идеологов рыночного курса образования, поэтому я думаю, что мы достаточно пожили с чеками внешпосыл торга, мы достаточно пожили с мультикурсами валюты. Я думаю, что конвертируемость рубля, по-моему, какая-то шестая статья, она прекрасна. И, конечно же, я думаю, что только рыночное курсообразование, оно приемлемо. Все остальное, это действительно настолько искусственные меры, на мой взгляд, глупые. Просто глупые, бесперспективные и абсолютно негативно влияющие на вообще развитие экономики. Да, я с тобой абсолютно согласен. И более того, поскольку в верхах раздаются более такие отрезвляющие голоса о том, что нам как раз нужна, безусловно, фундамент рыночный, рыночный фундамент экономики оставить неприкосновенным. Иначе мы тогда погрязнем, мы уйдем в тупик. Поэтому здесь… А вот это еще такая вещь, когда говорят, что многие ведь с восторгом приняли эти меры административного характера не просто как вот меры, а как некий тренд, что вот мы придем постепенно, надо вообще возвращаться в то время, когда у нас как бы есть ограничения на потоке капиталов. Они, вообще-то говоря, по-своему, мне кажется, в чем право? Потому что у нас все равно сейчас никаких инвестиций из недружественных стран нет и не будет. Более того, они даже уходят отсюда. И тогда говорят, ну тогда почему бы не завинтить гайки? Все равно, эти раньше развинчивали для того, чтобы пригласить инвестиции. А теперь какой смысл сохранять эти механизмы привлечения, если они административным путем не идут сюда? Я в это не верю, потому что, значит, этот вопрос сродни вопросам о санкциях. Санкции плохо действуют, потому что очень привлекательный рынок. И у многих там европейских компаний отличный бизнес. Так и здесь. Ну, конечно, у нас недостаток прямых иностранных инвестиций, но я думаю, что в хорошем бизнес-климате они придут как-то. Кабада дырочку найдет. Вот, поэтому говорить, что, ну, коль скоро у нас все равно не будет прямых иностранных инвестиций, давайте завинтим все гайки. А может быть, наоборот, давайте развинтим все гайки, улучшим климат и посмотрим, что будет. На самом деле это заработает. Ну, мы ничем не рискуем, потому что мы развинчиваем эти гайки и говорим там, ну, welcome. А он говорит, ну, вот я бы рад, но там как бы не пускают нас, ну, это ваши проблемы. А когда мы сами эти проблемы создаем, и мы говорим там, ну, как бы мы видите, как бы а-ля гир-ком-а-ля гир. Да. Мы регулярно обсуждаем эту проблему, можем, там, скажем, подвести еще итог последних полутора лет. Освободилась ниша, пищевка, легкая промышленность, выстрелила, выстрелила очень хорошо, и там, слава богу, нет государства вообще. То есть, как бы вот тот самый случай, когда бизнес отлично разобрался сам, и появились российские дизайнеры, и одежда сделана в России уже сейчас котируется лучше, чем сделана в Бангладеш, там, прости, в Бангладеш, или во Вьетнаме. Вот, ну, пищевка тоже, в общем, понятна. Сельское хозяйство, ну, сельское хозяйство, к сожалению, это порядка 4% ВВП, она, конечно, на всю экономику не вытянет, но все равно все отлично растет. Ну, в торговом балансе она очень заметное место занимает, и, главное, надежное, надежное место. То есть, отказаться от продовольствия гораздо сложнее, чем отказаться от нефти или там от газа. То есть, я к тому, что, собственно говоря, вот мы видим рыночные ниши, которые за полтора года, ну, просто на глазах растут, и какой смысл закручивать гайки с потоками капитала, даже с оправданием того, что, коль скоро их не будет, так и другим не дадим. Меня порадовало еще вот в этом смысле как раз то, что это как бы мера введения обязательной продажи и валютный контроль в этом смысле, в этой части, он коснулся именно крупных компаний. То есть, сознательно как бы государство пошло на то, чтобы как бы малый и средний бизнес предпринимательства не трогать. Для чего? Потому что им как раз предстоит, возможно, и мы с этим вот в дискуссиях там, в общении с предпринимателями сталкиваемся, они начинают ориентироваться, развивая свой бизнес, занимая те ниши, которые ушли, компании значит, иностранные, они не только эти ниши успешно занимают, но начинают уже пытаться выходить и на внешний рынок. А в этом случае, конечно, им чем меньше будет обременений там или ограничений. Кстати, там очень важная мера, мало кто обратил внимание там по этой обязательной продаже, ведь там же, во-первых, сроки увеличены, они в значительной степени, они комфортные сроки. Возьмем, по-моему, там за 30 дней? Да, это вполне. Во-первых. Во-вторых, штрафы снижены. Это тоже очень важный момент, ведь буквально до последнего времени, по-моему, года два назад только или даже меньше того, резко сократили размеры штрафов. Вот это очень важный момент, потому что на этом очень многие горели на этих нарушениях. То есть, с одной стороны, есть некое такое обременение, а с другой стороны, послабление. Ну, я согласен, да, что вот регулирующие воздействия, они очень важны, и вот комплекс этих воздействий за последние полтора года, ну, он улучшил объективно бизнес-климат. И, конечно же, нам в рамках, ну, так скажем, непростого внешнего шока, конечно же, на мой взгляд, очень важно вот поддержать там хороший бизнес-климат. Это, мне кажется, очень важно. Да-да-да, администрирование должно быть достаточно эластичным таким образом, чтобы учитывать различные... У нас все-таки многоструктурная и многоукладная экономика, слава богу, и многоотраслевая, поэтому каким-то образом внутри нее управлять нужно умно, а не так, чтобы как когда-то, когда, помнишь, после 98-го года, когда всем сказали, все, 75% обязательной продажи, вот, и только на бирже, вот, со соответствующими, конечно, издержками, там, затратами, там, и так далее. Это было, конечно, зверское такое решение. Простое, тупое и отпугнувшее, мало того, что сам дефолт отпугнул инвесторов, да еще и такие меры, которые были приняты, они несколько лет сдерживали аппетиты инвесторов. Ну да, фактически с 2001 года начался только вот такой устойчивый рост. Да, 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 там, конечно, там, и удачно тогда, что мы вот в 2000, первый-второй год начали кампанию за либерализацию вместе с РСПП, и тогда постепенно вот власть пришла к тому, что да, было бы неплохо, и в шестом году, в четвертом году уже приняли новый закон там, а в шестом году последние ограничения сняли. Вот, вот на твой взгляд, мы сейчас говорим, что вот мы санкции как-то прошли, прошли ли мы их, для многих интересно, потому что сейчас новые пакеты какие-то разрабатываются, у нас есть еще какие-то уязвимые участки в экономике, которые могут, вот мы говорим, мы прошли, мы, слава богу, мы адаптировались, могут быть еще какие-то действия внешние, воздействия, не рыночные воздействия в отношении нас, которые все-таки внушат кому-то уверенность в том, что эту экономику все-таки можно рассыпать или там разрушить. Конечно, есть, конечно, есть, как бы здесь два момента, два, две угрозы. Первое – это то, что последние 30 лет мы строили открытую экономику, и действительно весь бизнес был заточен на оптимизацию. То есть если импорт дешевле и лучше, либо просто лучше, то надо покупать импорт. То есть мы встраивались в то, что значит научный языковый, международную систему разделения труда, вот торговля добавленной стоимости и так далее. И вот действительно один из моих примеров, любимых, по-моему, последние 50 лет Америка не производит телевизоры вообще. И если, конечно, против США объявить санкции, то возникнет проблема с телевизором. Здесь точно так же, мы не можем все производить. И вот с этой точки зрения, я думаю, что один из ключевых разменов на следующие 3-5 лет будет размен между надежностью и эффективностью. То есть это как вот виза и карта МИР-система. То есть платежная система МИР, она менее эффективна, но она наша, надежна. И вот этот размен, я думаю, будет во многих вещах. И второе, это то, что вот на самом деле в 2007 году мы начали максимально стимулировать промышленную сборку. Вот что с этим делать, это тоже вопрос. Если ты помнишь, в 2007 году это были и налоговые послабления, и, как пример, там Калужская, например, область, это специальные кластеры территориальные. А цена вопроса, то есть у нас комплектующих примерно на 120-140 миллиардов долларов в год. Ну, то есть это порядка там, наверное, 12-14 триллионов рублей. Это шли, начиная от семян и кончая телевизором, комплектующими к телевизорам, которые собирались там где-нибудь в Воронеже. Вот. И что с этим делать, совершенно непонятно. То есть мы выпускали автомобили, с автомобилями понятно, мы их сейчас уже не выпускаем. Но при этом мы выпускали и телевизоры, и стиральные машины. В общем, бытовой техники достаточно много. Это вопрос. То есть это все закрыть или не закрыть, или изменить логистику, это называется. Ну, я просто не специалист там технический с точки зрения, насколько вьетнамские либо китайские комплектующие могут заменить южнокорейские или другие. Это вопрос. А вот вопрос такой, что... Но если говорим о санкциях, то вот это ключевой вопрос. А открытой и эффективной экономике мы перейдем к закрытой, где мы будем все сами делать. Худшего качества. Худшего качества. Если вообще сможем. И высокой цены. Да, если вообще сможем. Поскольку нет конкуренции. И второе, конечно, это промышленная сборка. Потому что это вопрос такой стратегии. Правильно я понимаю, что сейчас самая главная угроза со стороны внешних санкций, уже теперь не прямые санкции, а так называемые косвенные санкции, которые нам могут сильнее ударить, если они перекроют каналы доступа к нам серого импорта, так называемого, или альтернативного импорта? У меня такое внутреннее ощущение, что все-таки санкционный накал, он снижается. Он не такой сильный, и на самом деле вот сейчас уже часто для крупных иностранных фирм уже вопрос ставится на зло маме от морожего уша. То есть это неэффективно, конечно, это просто прямые потери. Особенно учитывая, что европейская экономика показывает даже худшие результаты, чем мы. Хотя у нас, конечно, низкая база была, поэтому и статистически мы вроде бы впереди. Об этом президент любит говорить и даже жонглировать, тем, что в Европе около нуля, а у нас плюс два. На самом деле это просто эффект низкой базы. Но в принципе вот, то есть у меня такое ощущение, что все-таки либо надежда о том, что удастся договориться и максимально, конечно, смягчить санкции, обойти как-то. То есть я думаю, что вот по таким сложным комплектующим какой-то выход будет найден. Учитывая, что, например, продовольственная тема не менее остра, а может быть и более остра, а тем не менее даже, например, зерновые сделки показывают, что договариваться никто там не хочет. Никто не хочет наше удобрение пускать, никто не хочет подключать к свифту, никто не хочет впускать к нам соответствующие импортные составляющие, необходимые для сельского хозяйства, в том числе семена и прочее. Мне кажется, что там это уже какой-то такой вот, ну, уже закусив у дела, что называется. Поэтому, скорее всего, действительно, в основном эксперты говорят с теми, с которыми мы общаемся, говорят, что нас ждут времена высоких цен и низкого качества. Ну, на потребительском рынке. Ну, наверное, да. То есть, опять же, мы говорим о размене между надежностью, но с большими издержками и эффективностью. Это разменно, но я не уверен, что так будет. То есть, я думаю, что все-таки будет найден путь к большей эффективности. Да, это вот уверенность, я думаю, подкрепляет только то, что как раз то, о чем мы говорили, все-таки сохранение рыночного фундамента. Потому что отсутствие конкуренции, собственно говоря, и влияет и на цены, и на качество. То, о чем опять мы говорим. А все-таки здесь, поскольку есть фундамент рыночный, то конкуренция будет этот процесс как-то размораживать с точки зрения создания новых каких-то бизнес-цепочек, логистических цепочек и так далее. Ну и даже если мы приведем пример автомобильный рынок, то буквально за полтора года очень быстрая переориентация на китайских производителей произошла. Возможно, конечно, с ростом цен, с потерей качества, но при этом, при всем, мне кажется, что европейские производители и японские не оставили даже с точки зрения техобслуживания никаких шансов не перейти на, скажем, китайских производителей. А ты готов согласиться вот с таким тоже там тезисом, часто звучащим, что вот да, ну год назад, когда эта вся операция начиналась, то панические были, конечно, и прогнозы, и оценки там и так далее, апокалиптические, я бы даже сказал. Ну, вот мы сейчас не питаемся некой эйфорией от того, что всё-таки этого ничего не случилось, что мы прошли. Многие говорят экономистам, что все какие-то прежние, значит, вот эти вот ресурсы, так сказать, роста, они, в том числе низкая база, они, в общем-то, уже использованы, и что впереди нас ждёт, вот ты, по-моему, уже начал об этом говорить, что вот около нуля, мы что опять возвращаемся вот в это мрачное прошлое, ещё до СВО. Нет, ну вообще-то мы из него не уходили пока. Мы практически, да, пока мы в низкой базе пляшем. Да, нет, ну а потом, если мы в этом году вырастим, предположим, на 2, либо по официальным оценкам на 2,8%, не надо забывать, что в прошлом году на 2,1 мы упали. Да, поэтому как раз около нуля мы пока из этого стагнационного коридора пока не выходили. Вот, поэтому есть надежда, есть ощущение, что, в принципе, у нас есть потенциал роста, но, на мой взгляд, он резко снижается нехваткой, конечно, рабочей силы. То есть при ковиде и СВО, то есть в двух внешних шоках за последние 3,5 года мы по безработице идём на уровне 3,2%, при международных стандартах 6%. То есть 6% считается нормальной безработице, с точки зрения структурной безработицы и так далее. То есть с точки зрения конкуренции, необходимого уровня конкуренции. Да, у нас просто это очевидная проблема. То есть у нас труд с точки зрения производственной функции дает просто вычет, и это одна из ключевых проблем сейчас. Ну, ты прав, потому что постоянно жонглирование этими цифрами, которые первое лицо любит ссылаться на это, что низкая безработица, рост доходов, рост заработной оплаты, это на самом деле негативные понятия сейчас, в особенности, поскольку это ухудшает конкурентоспособность и снижает конкуренцию во всяком случае. Без сомнения, нет. Рынок труда сейчас – это рынок продавца. Да. И нехватка – это по многим опросным данным, одна из ключевых сейчас проблем – это нехватка труда. Да, еще и плюс ко всему ты правильно назвал, что еще курсовые темы влияют на миграционные потоки. Миграционные, конечно. И как бы это видят все мои знакомые, в том числе и моя семья. Просто вот фантастические ухудшения качества доставки даже за последние 3-4 месяца. Не хватает просто вот этих вот так называемых людей с чемоданами. Да, да, да. Да, плюс еще и все релаканты начинают возвращаться. А это тоже как бы они-то рассчитывают на то, что какой-то спрос есть на их труд. А релакантов, оказывается, тут не особенно и ждут, поскольку рабочие места в значительной степени сокращены. Ну, не только сокращены, а просто перешли еще, конечно, на удаленную работу. То есть вот за последние 3 года, конечно, вот уровень удаленных встреч, удаленной работы, он, конечно, фантастически вырос. Это правда. Это целая проблема. Ощутимая проблема. В чем-то проблема, в чем-то, возможно, наверное, преимущество какое-то. Но от этого, кстати говоря, аренды офисных площадей начинают снижаться там. И, соответственно, и девелопмент несет какие-то убытки в связи с темой. Вот. Значит, вот скажи, пожалуйста, теперь вот к позитиву хочется все плеснуть позитива. А вот мы... Можно ли вообще... Напрашивается название нашего государства около нуля. Республика около нуля. Или экономика около нуля, потому что уже закрепилась почти в целой генерации представление о нас как нерастущей экономики. Ну, 15... Почти 15 лет около нуля это уже... Это генерация. Это очень плохо, потому что это влияет в том числе и на психологию окружающих, подрастающего поколения, которое стремится уже выйти из этого государства любыми путями, там, где все равно около нуля. Нет роста. Ну вот скажи, а чем мы можем все-таки как-то остановить? Это все-таки есть у экспертов? Есть, есть. Можем. Есть? Как? У меня любимый пример, конечно, очень позитивный – это Москва. Москва – фантастический темп роста. За последние пять лет. То есть это, на самом деле, новая история. Новая история – это рост. Ну, промышленность растет примерно там 10-12% в год. Да-да-да. То есть это очень высокий. Воловой региональный продукт растет 7-8%. Ну, то есть я говорю, что всегда Китай и Индия отдыхают. И что важно, что это не прежняя, так называемая, Лужковская Москва, которая там якобы пухла от денег на фоне нищей России. Это рост, основанный на инвестициях. Ну, как бы мы это видим, мы ходим по улице, мы видим, что это метро, дороги, стройка, промышленность. Да, это рационали инвестиций. Да-да. И это не только, естественно, никаких регионального бюджета не хватит на это. Это привлечение деловых денег, иностранных, к сожалению, мало, но это российские деньги. И, конечно же, это очень хороший менеджмент. На мой взгляд, за последние 2-3 года Питер также подтягивается к этой модели. Тоже рост инвестиционной активности, а Москва – это 18-19% российского волового внутреннего продукта. Это много. Это очень хорошие модели. Это модели, основанные на инвестиционном росте. Это инвестиции. За инвестициями идут зарплаты. Зарплаты – это спрос. Ну, и так далее. И вот идет вот этот экономический рост. В принципе, это такая модель, которая уже работает лет 5. Я думаю, что этот год будет еще лучше, чем предыдущий для экономики Москвы. Конечно, да. Ну, там только один, этот самый кольцевой, большое кольцо. Вклад будет очень высокий. И, в принципе, я думаю, что на всю Россию этот опыт может быть распространен. Это, на мой взгляд, возможно. Это инфраструктурные проекты, финансируемые из бюджета, прежде всего, которые имеют очень большой мультиплицирующий эффект для остального бизнеса. То есть, понятно, что как бы вот там скоростная дорога, там Москва-Казань, либо эта железная дорога приводит к тому, что укрупняется агломерация, вокруг этого растет бизнес. Ну, как бы это уже достаточно обговорено, просто это не делось. Я думаю, что старт многих или ряда крупных мегапроектов инфраструктурных, я думаю, что может нести коррекцию в модель, и мы можем уйти от этого стагнационного коридора. То есть, шансы есть. Ну, ты правильно говоришь, как там у Ломоносова, конечно, что могущество России перерастать будет Сибирью и Дальним Востоком. Там Дальний Восток почему-то потом отрывает куда-то фразу эту, усекает. Но, тем не менее, сейчас мы уже имеем не только названный тобой города, там и Казань, там и Екатеринбург, такие какие-то крупные. Сейчас Владивосток тоже поднимается, такие крупные кластеры, которые вполне могут стать центрами роста, центрами развития. И осталось только, как бы, действительно, вот этот еще туда какой-то вдохнуть менеджмент такой современный, новейший такой, освобожденный от каких-то таких вещей не экономических, а скорее всего такой драйвовый менеджментом. Как-то удалось это. Если это есть такие примеры, то я с тобой согласен, это и есть, наверное, фундамент для позитива. Ну, как бы это работающая модель, как минимум. Да, Москва даже некоторые периоды, там, вот мы говорили, здесь был у нас из московского правительства по инвестициям, в некоторых периоды до 20% роста было. Заколассально. Да, да. Там было фантастически. Причем это рационально, это не просто потоки финансовые, это реальные многоструктурные, такая очень полицентричная модель экономики. Тут все работает, там, и строительство, и транспорт работает сюда, и IT работает сюда, там, и так далее. Поэтому это все возможно сделать. Нам уже надо заканчивать, и я рад, что мы все-таки нашли этот позитив, и, может быть, наша аудитория прониклась тоже этим, тем более аудитория обширная, наверняка, по всей стране, и она тоже, наверное, хотела бы услышать этот вот для себя какой-то некий слоган такой. Да, наверное, все-таки страна начнет развиваться, когда развиваться будет не только Москва, но и вся Россия, или, по крайней мере, крупнейшие ее регионы. Но мы говорили даже не о Москве, а о модели Москвы. О модели Москвы, и она не связана, мы сразу будем говорить, ни со столичными функциями, о которых ты упомянул, потому что Лужков много получал средств на исполнение Москвы и столичной функции. Она не получает ни рубля из бюджета на исполнение, с момента прихода нового руководства, там, из бюджета. Она целиком и полностью работает за счет собственных инвестиций и грамотного, рационального использования этих капиталов вложений. Вот, в общем-то, собственно говоря, чего и вам всем желаем, также вот управлять эффективно и рационально всеми своими средствами. А у нас в гостях был доктор экономических рук Алексей Ведев, один из руководителей лаборатории. По сути дела, наверное, я думаю, что одного из авторитетнейших экспертного института – это институт Гайдара. Да, институт Гайдара – это институт экономической политики. Институт экономической политики. То есть, то, о чем мы сегодня как раз и говорили. То, что нам не хватает, и я бы на самом деле Министерство экономического развития все-таки переименовал бы, где ты был заместителем министра, переименовал бы в Министерство экономической политики, чтобы она занималась именно экономической политикой. Потому что экономического развития, как мы выяснили, полтора десятилетия нету, а Министерство существует. Как говорил Аркадий Райкин в своем одном какой-то репризе, что интересно, Министерство мясной и молочной промышленности есть, и прекрасно себя чувствует. Видимо, все, что ими производится, там же и потребляется. Спасибо тебе, что пришел. Спасибо, что пригласил. Всегда рад. Всего доброго, уважаемая аудитория. До новых встреч. Книга Яна Арта «Тысячи лет одиночества. История российских реформ. Почему Россию аршином общим не измерить? Успехи и провалы революции сверху. Сто лет грабежа. Экономическая модель, в которой мы живем. Десять главных загадок экономики России. Книга продается в интернет-магазине Фенарти. Ссылка в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok